Субтитры сделал DimaTorzok И такое прочее Поэтому я теперь запускаю цикл видео Где я буду объяснять все, все, все вообще Чем я пользуюсь У меня будет это разделено на несколько частей И вот первая часть Я вам хочу показать Каким софтом я пользуюсь для создания своих видео Надеюсь вам это поможет Вы будете делать более качественные видео Обзоры или там может быть Let's play Фу В общем ладно, давайте приступим Для этого всего у меня есть Отдельная такая прекрасная папочка У меня на рабочем столе Под названием Edit Итак, основные программы Которыми я пользуюсь для создания своих видео Давайте я сначала перечислю А потом мы уже Сглянем на них Более так детализированно Итак, первая и неотъемлемая программа Это Adobe After Effects CS4 У меня версия CS4 Потому что компьютер у меня не сшибко мощный А CS4 жрет не так много ресурсов Следующая программа важная Это Adobe Photoshop У меня версия CS5 Но Photoshop она не так сильно грузит компьютер Поэтому можно ставить практически любую версию Также я иногда пользуюсь BendyCam Для записи геймплеев с компьютера Также Camtasia Studio 7 Следующая у нас идет Format Factory Fraps Иногда пользуюсь HyperCam Тоже для записи геймплеев Или там экрана Но это бывает редко И последние программы Это конечно же SoundForge Sony SoundForge И Sony Vegas Pro Итак, давайте взглянем теперь на каждую программу В отдельности И более детализировано Итак, вот так у нас выглядит программа Adobe After Effects CS4 Как вы видите, я уже запустил специально проект Своей заставки для своих видео Как вы видите, она сделана из кучи разных слоев У нас тут, да, находятся слои Сразу говорю, этот проект я делал по специальному видеоуроку Которого нашел на просторах интернета Мне очень понравилось, как выглядела у парня заставка И он там рассказал, как он это делал Вот, поэтому я взял его идею Оплатил жизнь И немного поменял под себя Под свою стилистику Вот, в общем-то, вот так Программа на самом деле очень сложная Советую ее изучать не методом тыка А именно по всяким различным видеоурокам Как видите, здесь очень много разных функций, фишек И вообще на самом деле В этой программе можно творить практически все, что угодно Что только вздумается Мутить абсолютно любые эффекты И делать заставки просто своей мечты Но, есть один такой большой минус Эта программа очень требовательна к железу И вот именно поэтому у меня стоит старая версия Этой программы Потому что, если качать совсем последние версии То там уже потребуется компьютер В минимальных требованиях где-нибудь с процессором Core i5 И оперативки минимум 4-8 мегабайт У меня, к сожалению, компьютер Core To Do И оперативки все 4 гигабайта Поэтому у меня стоит старая версия Так, ладно, давайте перейдем к следующей программе Итак, Photoshop я пропускаю Потому что кто его уже не видел Я думаю, с Photoshop сейчас знакомы многие Поэтому показывать его смысла просто не имеет Поэтому я решил перейти к сразу следующей программе Это Bandicam альтернатива Fraps Я ее использую не так часто Потому что во многих случаях меня устраивает Fraps Пускай он делает большой размер файлов Но у меня большой жесткий диск Поэтому меня это как-то сильно не колышет Чем же он отличается от Fraps? Во-первых, отличается тем, что вы можете выставить формат записи видео Настроек очень много и присутствуют сразу же заготовленные шаблоны Вот, например, здесь есть YouTube 360p, YouTube 480p, YouTube 720p Выбираем, например, этот шаблон У нас тут показываются характеристики, с которыми он будет записан в видеофайл И можно просто спокойненько заходить И записывать уже видео Не бояться о том, какой размер у него будет И не бояться о том, как у нас будет выглядеть этот файл Уже когда мы загрузим его непосредственно на YouTube Потому что, как вы видели, я выбрал шаблон специально заготовленный для этого Тем более шаблоны влияют еще и на производительность вашей игры Когда вы будете записывать непосредственно захват геймплея с экрана То есть, если вы, например, выберете YouTube 360p Начнете записывать геймплей Скорее всего, у вас падение частоты кадров в секунду будет намного меньше Чем если вы будете записывать 720p Но, опять же, это все зависит от компьютера У всех компьютеры разные У кого-то мощные, у кого-то не очень Я это все говорил на примере своего так себе компьютера Но также здесь есть обычные настройки Куда вы скидываете ваше видео То есть, папку, когда вы скидываете ваше видео Настройка частоты кадров Видео вкладка Изображение Тут также, как в фрапсе, мы просто выбираем, какой у нас формат будет И какая клавиша захвата И последняя вкладка о программе Также здесь есть такая немаловажная деталь, как цель Здесь находится... вам показывают, что вы будете захватывать Окно DirectX и OpenGL Это именно ваша игра То есть, скорее всего, если вы начнете играть Например, в полноэкранном режиме У вас включится бэндикам Сразу появится в уголке, так же, как в фрапсе, частота кадров И вы уже сможете спокойно записывать ваше видео А если вы поставите галочку на область экрана То вы будете записывать определенную область экрана И также с помощью этой программы можно записать, например, вот как сейчас Захват непосредственно Окошек Windows и такого прочего Следующая программа у нас идет Camtasia Studio 7 Примечательна она тем, что эта программа умеет записывать видео с экрана Причем одновременно еще и захватывать звук с вашего микрофона И плюс еще одновременно сразу же вставлять поверх видео с фэб-камеры Очень-очень удобно Многие летсплееры снимают так свои видео на Happy Wheels и так далее Еще эта программа удобна тем, что Потом, когда вы уже сняли свое видео Вставляете, там есть такой слой мини-редактор И он ваше видео подстраивает под определенные рамки Например, изображение То есть вот я сейчас снимаю полностью свой экран Но потом, когда вставляю уже в редактор Camtasia Studio Он может увеличить определенные окна Сам по себе, автоматически И это будет очень приятно И мне нравится, как он все делает Сейчас я вам показать его не могу Потому что я специально сам в Camtasia Studio Сейчас записываю это видео И, скорее всего, если я его открою У меня просто вылетит запись Ладно, в общем, вы его можете где-нибудь скачать И сами посмотрите Программа реально очень нужная И пригодится всегда Когда вы занимаетесь видеоблогингом Или снимаете обзоры Итак, следующая программа Которая просто незаменима в моей жизни Это Формат Фактори Формат Фактори примечательен тем, что она умеет Декодировать видео, аудио, фото и практически все, что угодно Я ее использую именно для декодирования видео То есть бывает, когда из-под Sony Vegas у вас файл, например, IV Он весит очень много Я использую специально формат Фактори Делаю видеофайл в формате... То есть перекодирую видеофайл, свой YV, который огромный там 40 гигов весит Формат, к примеру, WMW Выставляю там настройки Делаю путь сохранения Нажимаю ОК и все И эта программа мне уже за определенное количество времени декодирует файл И потом я могу его спокойно с небольшим размером И довольно-таки хорошим качеством, смотря какие настройки вы сделаете Выложить на YouTube Пользуюсь я ее часто и можно сказать практически каждый раз, когда стою видео Потому что из-под Sony Vegas я обычно делаю всегда без сжатия вообще видео И потом уже сжимают в формат Фактори Но Fraps, я думаю, показывать не стоит Потому что, кто не видел Fraps, им пользуются практически все Hypercam это практически то же самое, как Camtasia Studio У них даже интерфейсы похожи Пользуюсь я ей крайне-крайне редко Но тем не менее, если у вас какие-то проблемы с Camtasia Studio У вас не захватывается нормально экран Вы можете скачать Hypercam И, скорее всего, она у вас попрет хорошо Итак, следующая программа Это SoundForge Pro 10 версии Наверное, многие этой программой пользуются Многие, может быть, и не пользуются Но мне эта программа удобна Как вы знаете, или как вы, может быть, уже поняли Это программа для записи звука с микрофона Программа тоже очень сложная Имеет в себе кучу настроек, кучу эффектов Изучать ее можно методом втыка По идее, она не очень такая, прям совсем уж сложная Это не как Adobe After Effects Но тем не менее, прочитать про нее где-нибудь в интернете тоже стоит Чтобы хоть как-то научиться ей пользоваться Впервые, когда я ее скачал Я даже просто не понимал, как задействовать свой микрофон в этой программе Чтоб я уже мог начать звук писать Но спустя уже полтора года я ей пользуюсь И она мне до жути удобна Я в ней умею делать всякие потрясающие, можно сказать, эффекты Но умею, но это не значит, что я их использую в обзорах Ладно, надеюсь, вам эта программа поможет Если у вас плохое качество звука Потому что здесь можно подтянуть это качество звука Добавить определенные эффекты голоса Покрутить эквалайзеры И сделать много-много всего полезного для вашего звука Чтобы тем, кто вас слушал, было это приятнее делать Итак, следующая программа, о которой мы переходим Это Sony Vegas Pro X Тоже, конечно, показывать ее и не очень-то нужно Потому что подавляющее большинство видеоблогеров Обзорщиков и летсплееров пользуются именно Sony Vegas Некоторые, конечно, пользуются Adobe Premiere Но это кому как удобнее Я просто на Sony Vegas уже сижу где-то лет 6 Или даже, может быть, 5 Поэтому я ее знаю просто наизусть Объясняю, почему у меня 10-я версия Предыдущие версии Sony Vegas 6, Sony Vegas 8 Они хороши И я вам просто зуб даю То, что если вы их скачаете И будете в них создавать свои видеоролики У вас будет определенно никаких проблем не возникнет с видеофайлами Когда я однажды поставил Sony Vegas 9 У меня возникли проблемы в том, что конечный файл видео Когда я после Sony Vegas отрендериваю Он у меня почему-то тормозит и глючит Несмотря на то, что из-под фрапса у меня было все плавно и все хорошо В итоге я перешел на где-то год назад или полтора на Sony Vegas 10 Про версию И мне она понравилась, потому что работает шустренько Декодирует файлы тоже шустренько И никаких проблем с ней не возникало за все время использования Также такая маленькая особенность Когда люди там еще спрашивают Типа, каким ты пользуешься Ну, каким обработчиком видео Или там, монтажной студии Они думают, что это другая Из-за того, что у меня какие-то навороченные эффекты Опять же Вам нужно поискать в интернете На Sony Vegas В любой версии Просто начиная с шестой Есть куча различных плагинов Которые можно скачать Где-нибудь На каком-нибудь ресурсе С разными эффектами С разными переходами И таким прочим У меня за полтора года накопилось довольно-таки много Плагинов, которые я использую в определенных случаях Не всегда Но в определенных случаях использую Самые главные плагины в моей, можно сказать, жизни и творчестве Это плагины NewBlue Которые вы можете найти на просторах интернета Также Также плагины BCC Которые найти довольно-таки сложно Но если поискать, то можно найти Это плагины, которые добавляют новые переходы И новые видеоэффекты Очень нужные штуки Можете поискать их В общем-то, наверное, на этом и все Я вам показал все программы, которыми пользуюсь для создания своих видео Могу отметить то, что на это пойдет мало какой видеоблогер и ютубер Поэтому надеюсь я на ваши плюсы, позитивные комментарии А также подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые Всем пока! А с вами был OnePoint Не забывайте играть только в хорошие игры Ну и конечно же, всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok